Девять видов фазанов, павлины, цесарки, черные куры, аямцы, мани. В хозяйстве семьи Даниловых из тела Ухмана Канажского района вместе с привычными утками и гусями живут экзотические декоративные птицы. Как появилось увлечение редкими пернатами и оправдывают ли они свое содержание, узнала наша съемочная группа. Золотой, алмазный, серебряный. Такие драгоценные названия носят породы фазанов. Да и сами эти птицы с их ярким оперением словно живые драгоценности. За эту красоту, говорит хозяйка Марина Данилова, в ее семье и держит диковинных пернатых. У каждого из девяти видов фазанов свой отсек птичника, где живут самец и самка. У всех птиц разный характер, рассказывает Марина Петровна. Например, королевский фазан, задира и забияка. Пришлось даже надеть ему специальные очки, чтобы не мог клюнуть. Королевский фазан, королевский, показывает, нападает. Не на себя, я кормлю сама жена, но все равно нападает. Кроме фазанов, в хозяйстве живут павлини-голубицы, сарки, пекинские куры, индюки. Начинал разведение птиц шесть лет назад сын Марины Даниловой. Потом он уехал в город, а увлечение необычными пернатыми в семье прижилось. Сейчас здесь есть даже редкие декоративные птицы. Курица и петух породы аямцемани черные, как ночь, от кончиков лап до глаз и клюва. Даже мясо и внутренние органы у этих птиц имеют черный цвет. Настоящее украшение птичника – шесть ярких павлинов. Хозяйка признается, привыкла по вечерам слушать их необычные песни. Вечером особенно, как выхожу, я чувствую себя, как джунгли. Джунгли, говорю, действительно, они красивые. Или поют, или крики такие издают. Я стою, слушаю. Кроме экзотических птиц, в хозяйстве содержат и множество обычных кур, гусей и уток. Следить за беспокойным птичьим царством помогает вся семья. Но главная помощница – внучка Ева. Мои обязанности входят менять воду, давать им есть, чистить тазики, емкости, держать чистоту. Прокормить большой птичник – задача непростая. Помогает сын, по выходным приезжает из города, привозит корма и витамины. Кроме того, хозяева продают мясо и яйца обычных домашних птиц. Ну а редкие пернатые тоже сами оправдывают свое содержание, говорит Марина Данилова. В хозяйстве оборудован инкубатор. Птенцов и экзотических птиц охотно покупают. За ними приезжают даже из других регионов. Хозяева поддерживают связи и с другими заводчиками декоративных пернатых. Обмениваются птенцами, чтобы сохранять породу. Юлия Скрябина, Алена Артемкина, Екатерина Янгалакова, Вести, Чувашия.